Удар по жилому дому в Харькове. Нападение на школу в Челябинске. Новое покушение на Дональда Трампа. Время новостей на Ходорковский лайф. Расскажем все самое важное здесь и сейчас. Белгород рано утром подвергся обстрелу. Пострадали 8 мирных жителей, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе загорелся частный дом и более 15 автомобилей. В многоэтажном доме повреждено остекление. На территории четырех частных домов выбиты окна, посечены кровли и фасады. Кроме того, поврежден газопровод, сообщил Гладков. Россия в ночь на понедельник атаковала Украину. В атаке принимали участие 56 ударных беспилотников типа «Шахет». 53 из них удалось сбить. Об этом заявили воздушные силы ВСУ. Основным направлением удара была Киевская область. Там была ранена женщина, следует из заявления главы областной военной администрации. Российские военные также нанесли удар по многоэтажному дому в Харькове. Погибла женщина, ранены 43 местных жителя. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что на дом сбросили управляемую авиабомбу. А по данным Харьковской областной военной администрации, российские войска сбросили на этот район города не менее шести авиабомб. В Ростовской области за сутки произошло почти 140 пожаров. Из них 70 – ландшафтные. Сгорели 30 строений, в том числе 13 жилых и садовых домов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, причиной обширных ландшафтных пожаров стали сильный ветер, перехлёст проводов линии электропередачи и неосторожное обращение с огнём. Часть возгораний уже ликвидирована или локализована. В частности, накануне вечером потушили пожар в Оксайском, Каменском и Белокалитвинском районах на общей площади 9,5 гектара. И всё же на территории Оксайского и Неклиновского районов 16 сентября был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ночью в Оксайе сгорел центральный рынок. Местные жители при этом подозревают, что это был поджог с целью будущей застройки. И здесь я хочу сделать объявление. Мы сделали для вас бот-обратные связи с редакцией канала. Если вы стали очевидцем или участником событий, о которых вы хотели бы нам рассказать, присылайте нам фото, видео, другие материалы, с которыми вы хотели бы поделиться. QR-код в углу вашего экрана или чуть ниже в описании к этой трансляции. В Челябинской коррекционной школе номер 68 ученик пришёл на занятия с молотком и напал на детей и педагогов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. При этом портал 74.ru со ссылкой на источниках в правоохранительных органах пишет, что у подростка были также нож и пневматический пистолет. Он зашёл сначала в класс, посидел чуть-чуть, вышел и уже с этим пистолетом зашёл, с топором, с ножом. И вот это всё произошло. Как пропустили-то в школу, я не пойму вообще. Это же ужас какой-то. Информация о пистолете позже опроверг глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он рассказал, что у учащегося изъяли молоток и нож. По данным телеграм-канала ШОТ, металлодетекторы на входе в школу были выключены, а 51-летняя охранница нажала тревожную кнопку лишь спустя 15 минут после нападения. Нападавшим оказался 13-летний Роман Гизатуллин. Об этом сообщил телеграм-канал ШОТ. Он ворвался в кабинет биологии за несколько минут до окончания урока и напал на людей. В результате пострадали четверо. Учительница, которая пыталась дать ему отпор, госпитализирована. Одна из пострадавших школьниц в критическом состоянии. По данным рядом СМИ, она в коме после травмы черепа. По данным канала БАЗа, после нападения школьник хотел покончить с собой в школьном туалете, однако ему не дали это сделать сотрудники Росгвардии. Нападавшего они задержали. Телеграм-канал 112 сообщает, что его доставили в психоневрологический диспансер для проверки на вменяемость. Подросток был замкнутым, почти не общался со сверстниками и наблюдался у школьного психолога и психиатра. Об этом пишет канал ШОТ. При этом семья у него была вполне благополучная. Роман был спокойным, а другие ученики его не булили, уточняет Мэш. По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, ранее он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Мэш также пишет, что незадолго до нападения Роман опубликовал в соцсетях манифест с упоминанием Третьего Рейха. В нем, в частности, были такие слова. «Школа создана, чтобы молодые дети становились рыбами и чтобы отвлекались от правды нашего правительства. В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на самом деле нету хорошего и плохого, и ада нет. Нашей великой нации нужна свобода слова». Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. На Дональда Трампа предположительно готовилось новое покушение. Накануне во Флориде произошла стрельба около гольф-клуба, в котором находился экс-президент США. Трамп не пострадал, подозреваемого в попытке покушения задержали. Подозреваемого зовут Райан Уэсли Рут, ему 58 лет, об этом сообщает Fox News, CNN и New York Post. Уже известно, что в своих соцсетях Рут активно поддерживал Украину, а также рассказывал, что пытался вербовать военных для отправки на фронт. По информации полиции, Рут приехал к гольф-клубу, когда там был Дональд Трамп, и просунул дулу автомата через сетчатый забор, окружающий поле для гольфа. Его заметил агент секретной службы, который передвигался впереди Трампа и открыл по нему огонь. Рут не пострадал и попытался скрыться на машине. Его задержали в соседнем округе. По словам властей, подозреваемый оставил в кустах около гольф-клуба автомат Калашникова с прицелом и камеру GoPro. Как сообщает CNN, ФБР заявили, что расследуют, цитата, «то, как выглядит попытка покушения на Дональда Трампа в его гольф-клубе». Канатоходец из Эстонии Яан Рус стал первым в мире человеком, который перешел по канату из Азии в Европу. Об этом сообщает газета Хюриет. Спортсмен прошел над Босфорским проливом, сделал он это по канату длиной почти 1 километр 100 метров. Веревку натянули между опорами Босфорского моста на высоте 165 метров над землей. Это все новости к этому часу. Поставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на наш канал. А еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Вечером не пропустите программу «Воздух». Итоги дня для вас подведет Юрий Билятов. Меня зовут Кирилл Седов. Увидимся. Пока. Продолжение следует...